Сыновья вместе с папами читали мамам о мамах. Самые нежные строчки поэтов и писателей о самых дорогих людях. Семья Линников пришла поддержать младшего сына почти в полном составе. Папа волновался не меньше сына, так как давно отвык читать на публике детские стихи. Все больше доклада и отчеты. Я никогда ни в таких мероприятиях, конечно, не выступал, поэтому, конечно, чуть-чуть какой-то страх был, неуверенность. Тем более мы открывали программу. Поддержать своих сыновей и мужей пришли мамы. Наталье Линник такой формат поздравлений показался интересным и необычным. Радостно было видеть совместную работу любимых мужчин и их старание выразительно прочитать стихотворение. И вот слушая стихи и рассказы, посвященные мамам, вот была тронута до слез в каких-то моментах. Прям хотелось плакать. Но особенно старался Саша. Это его первое выступление перед публикой, и мальчик хотел, чтобы оно запомнилось маме. Я долго учил стихотворение, чтобы всем понравилось, чтобы маме, всем зрителям. Организаторов праздничной программы в рамках проекта «Читаем вслух» удивило большое количество заявок на участие. Почитать стихи и рассказы пожелали даже дедушки с внуками. Каждая семейная команда старалась превратить выступление в маленький спектакль, чтобы этот день запомнился только яркими моментами. И папы, и сыновья, они, конечно, волновались, но очень хорошо подготовились и рассказали с интересом свои произведения. Формат проекта не позволил прочитать все произведения о мамах. Но то, что было прочитано, стало признанием в любви тем, кто подарил жизнь. Елена Грискова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, Служба на бассейне, Саров, 24.